Ну, я начну с того, что мы сегодня презентуем вот такое издание, которое называется Серая лошадь к 20-летию литературного объединения. Как это я сформулировал? Серая лошадь 20 лет спустя. На самом деле уже 21 год в этом году прошел с основанием объединения. Мы просто долго издавали этот сборник. Вот сегодня, поскольку праздник еще такой, который называется у нас День народного единства, честно сказать, мы шли сюда на мероприятие, с Нешей обсуждали этот вопрос. Нужно ли вообще приплетать этот самый День народного единства каким-то образом к нашему мероприятию? Что вообще означает этот праздник? Сейчас, может, лучше не трогать как бы эту сложную тему, но вот какое-то вот некое, какое-то единство такое, что ли, литературного этого нашего пространства хочется сегодня создать, потому что Серая лошадь – это Приморское литературное объединение. Приморское в смысле город Владивосток, столица Приморья. И в городе Владивостоке, значит, в далеком 1994 году, это самое литературное объединение, которое было при местном отделении Союза писателей России, и вели его там разные уважаемые поэты, члены Союза писателей. Оно в 1994 году было, так сказать, переведено, наверное, на самоуправление. Вот, и вот, ваш покорный слуга, меня зовут Вячеслав Пржановский, я был первым руководителем объединения Серая лошадь, назначенным, собственно, из числа, ну, как вот, рядовых объединенцев. Вот, и было это весной, какой-то в апреле. У меня в трудовой книжке обозначено апрель от 1994 года, когда вот я поступил на должность руководителя объединения при Приморском отделении. Вот, ну, значит, книжка продается здесь, в магазине, там, стоимость 300 рублей одной книжки, да. Там эта вся история в предисловии более-менее подробно расписана, как объединение образовалось, какие были первые книжки, вот они лежат вот здесь вот, если там можно будет после вечера как-то с ними ознакомиться. То есть в 1995 году вышла вот такая вот серия из шести книжек, вот они были и большие, и маленькие были, вот, и Приморское общество книголюбов. Книжки выше поднимают, не видно. Так, а кто-то снимает тут еще так. Вот Алексей Денисов, вот присутствующих здесь поэтов из Москвы. Евгения Обжарова, Алексея Денисова, и вот моя такая большая книжечка. Это вот вышло у нас все, выходило в 1995. Это первые издания под маркой серой лошади, которые выходили. А первый альманах вышел только в 1997. Собственно, и с тех пор они там выходили с какими-то прерывами. Альманахи менялась редакционная коллегия альманаха, то есть вот эти составители менялись. Вышло два номера, вышло не во Владивостоке, а в Москве. Это вот такой вот номер четвертый, который в таком году, кстати, выходил. В 2001 году выходил в Москве с таким вот еще обозначением дальше, с региональной поэзией. Вот так его назвали. Это был такой первый московский выпуск, отличающийся по формату, по составу, как бы сказать, уже. И шестой, вот он тоже вышел в Москве потом. Ну, собственно, это такая долгая история, в общем-то, ну, интересно, наверное, только присутствующим здесь поэтам, собственно, у меня вот есть, да, и там, мы там раздавали эти программки, листики с программкой, там, значит, прислали несколько видеофайлов поэты из Владивостока, в основном из Владивостока, то есть они будут сегодня здесь показывать. И несколько архивных видеоматериалов тоже будет задействовано в презентации. Вот. Я, так, сейчас я за временем хочу следить. Не сильно ли я долго говорю? Да, не сильно, еще долго. Ну, собственно, хочется сказать, какие вот такие вот мысли по поводу дальневосточного, вот такого... Дальневосточного? Лучше приморской. Слишком глобальное дальневосточное, наверное, все-таки приморское, Владивостокское литературное объединение, серая лошадь. То есть вот, танец моченого идет? Да, она идет. Через какое-то время здесь стояется. Минут через 5-10. Татьяна Зима, это куратор, региональный куратор Владивостока на ресурсе «Литературная карта России». Ну, наверное, многие знают этот ресурс, интернет-ресурс. Литературный. Вот. Татьяна Зима в свое время во Владивостоке еще была, сейчас она живет в Москве, была составителем сборника, который был 2006, по-моему, год. Сборник назывался... Рыба-птица. Рыба-птица. Вот. Вот. 6-й. 6-й. Альтернативная поэзия Владивостока. И вот, не очень понятное слово, альтернативная. То есть, я вот так вот. А, и опять же, когда... Вот наша презентация, на самом деле, завершает ряд презентаций во Владивостоке месяц назад, почти ровно месяц, да? Там третий. Точно ровно. А, 4-го месяц назад была презентация. В Москве презентация прошла, наверное, в прошлом. Только там, 10-й? Это примерно так, да. И вот наша здесь завершает вот такую вот серию презентаций значит, приморского сборника. Так, что-то я сбил, сбился, я начал говорить... А, да, да, да. И мы называли в интервью, вот Жене, Жене интервью, где-то появилось в сети, литературное объединение почему-то там как-то неформальное. Слово неформальное. Звучит слово неформальное. Я не очень понимаю, опять же, что такое альтернативная поэзия и что такое неформальное объединение. Ну, изначально я уже как немножко рассказал, да, объединение было совершенно формальным. Оно было при Союзе Писателей России. То есть я получал зарплату не очень большую в размере минимальной заработной платы получал как руководитель этого объединения. То есть что... Это, кстати, единственный человек, который... Нажился. Да, потому что я тоже руководил этим объединением. То есть, ну, как на это золото. Мне уже зарплата никакой не будет. Может быть, альтернатива. Ну, то есть, может... То, что Петербург называлось актуальным. Ну, то есть слово неформальное, в моей голове, ну, неформалы. Неформалы должны быть в каких-то, не знаю, в каких-то куртках, в каких-то там, с сумкой на плече короли шут. Ну, вот это настоящие неформалы, а мы как-то... Ну, и слово... Ну, и слово... Вот альтернативное слово. Вот, с моей точки зрения, там, кстати, записи идет. Слушай, это пойдет потом. Да. Если говорить о городе Владивостоке... Давайте сегодня поговорим о городе Владивостоке. Вот, Женя не давно там был. Слово альтернативное как раз очень не подходит. Литературной ситуации, ну, как я ее помню, которая сложилась во Владивостоке. То есть, Владивосток, там, ну, если говорить, да, вот так сказать, сформулировать кратко, нет альтернативы. То есть, вот, серая лошадь на протяжении 20 лет уже, получается, представляла собой, по сути, такую, ну, единственный, что ли, такой проект, единственную институцию, как ее еще нужно назвать, такую вот, среду... То есть, говоря, были какие-то объединения, которая представляла, вот, как бы, вот эту самую поэзию Владивостока, поэзию Приморья, дальневосточного вообще региона, может быть, там еще захваты на Биробиджам, каким-то... Буриком. Буриком, да, там. Представляла эту самую поэзию, вот, в том числе, вот, в Москве и Петербурге. Ну, и где там еще, там, в журнале Урал были публикации, там все так вот представляют. То есть, альтернативы-то на самом деле никакой не было. И вот эти авторы сборника «Рыба и птица», альтернативная поэзия Владивостока, потом, в общем-то, вполне благополучно все перекочевали эти имена в выпуск «Альманаха», который был шестой, вышел в Москве в 2009 году. То есть, и до сих пор, вот и до сих пор, собственно, мы издали вот здесь этот сборник, не называя никаким альманахом, а просто как юбилейный сборник. Сейчас во Владивостоке готовится к выходу, как я понял, восьмой альманах, и это опять серая лошадь. Да нет, они хотят сделать все в девятом. А, в девятом, хотя, насколько я знаю. Хотя, ну, в сети он пока заявлен как восьмой, то есть, в ВКонтакте и в Фейсбуке есть вот такие группы. О, по-разному. Да, по-прай. Восьмой альманах. Ну, не суть важна. То есть, как это все, ну, сформулировать, опять же, вот, ну, говоря, для людей со стороны, как это объяснить людям со стороны. То есть, вот, первый состав серой лошади, это авторы, скажем, вот этих вот шести книг, которые вышли в девяносто пятом году. Шесть человек там первого состава. Вот трое присутствуют сейчас здесь. Трое. Алексей, Евгений и я. Дима Рикачевский живет в Париже. И, значит, где-то Света Плакутина в Москве что-то затерялось, что называется. И Лена Васильева в Владивостоке как-то то ли не пишет уже, то ли пишет что-то другое, то, что она... Вот есть информация, что новый монах не считает. В общем, вот. То есть, у объединения менялся состав там, во Владивостоке. При том, что Серая Лошадь оставалась при... А, ну, нужно опять же пояснить, что Серая Лошадь это название такого здания во Владивостоке, точнее, двух домов во Владивостоке. Это вот советского ампира времени постройки. Там красивые такие они с обкультурами на крыше. И почему-то в народе очень там разные версии есть почему, но вот в народе они называются Серая Лошадь. И сейчас даже остановка там, вот возле этих зданий, она носит официальное название Серая Лошадь. А можно о каком-нибудь из версий? По поводу Серой Лошади? Самый популярный. Ну, там, значит, есть такая версия, что там какой-то был человек на лошади, приезжал и ходил в столовую, располагавшуюся в этом здании. Там сидел и пил пиво, а в это время лошадь на улице его дожидалась. Нет, у меня есть первородные. Потом Серая Лошадь каким-то образом связывается с неким баром, Серой Баром, по-моему, Серая Лошадь в городе Кронштадте, который знали моряки, ну, плавшие там и там, и в виде во Владивостоке в том числе, они перенесли некую кронштадтскую Серую Лошадь во Владивосток. У нас здесь форты. Белая Лошадь, Серая Лошадь. Ну, вот Алексей, кто-то еще есть. Расскажи. Ну, расскажи. Там была лошадь, которая возила плиты с могил Покровского, в общем, кладбища. В общем, она возила для строительства какой-то дороги или чего-то такого. В общем, это была Серая Лошадь, но она возила могильный путь. Это была типа плита. Вот и все. Ну, то есть, это была какая-то мрачная история, что возможно, что из этих плит или фундамент будет идти подседать. Что-то не будет. Это стало стиль здесь. Ну, вот, собственно, опять же, возвращаясь к тому, что в День народного единства хочется какое-то такое единство создать. Значит, получается, что, говорю, во Владивостоке сейчас появляются какие-то альтернативы. Во-первых, появляются там молодые. Я за этим слежу очень и очень мало, наверное, меньше, чем можно следить там где-то в сетях. Появляются какие-то молодые, молодежные проекты, там какие-то слэмы, в том числе, какие-то эстрадные, такие эстрадные направленности проекты. Вот. Потом, ну, издательские проекты, еще какие-то литературные, не имеющие, наконец-то не имеющие отношения к Серой Лошади, а более-менее самостоятельные. Ну, то есть, там, может быть, те же люди, которые публиковались в «Альманахе» там сейчас появляются. Тем не менее, как это бы еще сформулировать, вот при взгляде оттуда, из Владивостока, вот эта безальтернативность, как мне кажется, она переносится на литературную ситуацию, может быть, вообще, ну, грубо говоря, вот такую, на общероссийскую уже ситуацию, тоже, как бы, оттуда кажется, что есть какая-то одна большая такая вот литература, или, скажем, там, порезия современная, да, какой-то такой, одной иерархии, более-менее, какое-то одно поле, где, ну, но, насколько это не так, все, наверное, представляют просто, все представляют, допустим, ну, простой пример, вот нас здесь присутствующих авторов Серой Лошади из Владивостока, мы, наверное, впервые сегодня, да, я вот не ошибусь, если скажу, что мы впервые читаем на одной площадке, то есть, при этом у каждого есть какие-то свои, вот сидит Вера, вот у нас Максим, у каждого есть свои литературные, группы, мы все вместе, впервые здесь на одной площадке будем читать, то есть, у каждого своя некая литературная, ну, скажем, там, ниша, да, группу говоря, вот это вот, со стороны, это издалека, особенно, потому что Владивосток, там, прямо на здании главпочтанта, это вот слова Владимира Ильича, висят, какие, большими буквами, Владивосток далеко, но город он нашлицкий, вот, ну, то, что он далеко, вот это вот, на этом акцент делают, вот, критические статьи начинаются там с четвертого выпуска «Сирой лошади», в том числе, Данила Давыдов там писал, да, сам Дмитрий Кузьмин писал о этом явлении, скажем, как, в таком, как Владивосточный, приморская полиция, и вот это вот, по тому, что город Владивосток, это очень далеко от центра, делается, как раз, такой упор, акцент, что очень трудно сообщаться, то есть, нужно приехать из Владивостока сюда, в Петербург или в Москву, да, и здесь как-то уже перестать быть приморским поэтом, а больше может быть стать каким-то поэтом неприморским, ну, как это назвать, космополитическим каким-то таким вот, то есть, редко кому, ну, будут, есть у нас примеры хорошие, те, кому удавалось там оставаться, оставаясь там, издавать книгу, здесь, мы сегодня, покажу я сегодня, ну, как-то вот я увлекся, я хочу еще, такие, наверное, такую вещь интересную сказать, ну, для меня интересную вещь, во Владивостоке, как бы, так сказать, исторически сложилось, что там же вот эти были и бои, вот, гражданская война, там, и вся волна эмиграции через Владивосток уходила там, и уезжали в Китае, Японию и прочие другие эти, и эта тема вот эмигрантской культуры во Владивостоке достаточно востребована, что-то, как сказать, изучаема, и такое вот есть издание, такое журнал, журнал «Рубеж», называется «Рубеж», он выходит там с каких-то 90-х годов, Александр Колесов его там издает, в том числе там печатались и поэты, вот, серые лошади печатались в одном из номеров там, вот этот «Рубеж» это само название, это издание Харбинского журнала, ну, это был журнал для популярного чтения, что-то, как его назвать, вот это всевозможные там фильмы какие-то, там, что-то еще, в общем, эмигрантский, такой вот эмигрантский журнал, и вот, почему-то мне кажется, что вот это вот ситуация, как сказать, ситуация, вот это, это схема, что, когда литература наша, российская, поделилась вдруг на оставшуюся вот эту вот, и эмигрантскую, и вот, вроде какая-то взаимосвязь между ними была, но при этом не было, ну, как бы я сказать, единства все равно не было, вот эту, вот эту схему можно, ну, с большой, конечно, натяжкой, разумеется, да, перенести вот на ситуацию с литературой приморья, то есть, вот кто-то уезжает оттуда, и здесь живет уже какой-то своей жизнью, при этом вот эта связь, ну, вот мы попытались, да, в том числе, этим сборником, как-то эту связь, ну, хоть немножко восстановить, то есть, вот что-то сюда, сюда, оттуда вытащить, вот, ну, я долго говорю, я сейчас, значит, вот дальше по программе уже включу видео, а потом Женя нам представлю, тогда тебя, да, вот, так, хорошо, вот, а видео такое, значит, я его немножко так откомментирую, это в 1997 году поэты серой лошади меня провожают, выпроваживают, провожают, и фотографируются для снимка, снимок сам, вот он такой, вот он, он такой вот, вот такой он, я его сегодня отсканировал, но лучше, от этого не стал, от этого не стал, это вот я, там я сижу, можно я, наверное, свет выключу, да? Да, выключи свет, и что-нибудь еще сделать, а, кстати, уже лучше, если выключить свет, и вот небольшая, там, на сколько-то минуту, с чем-то, видео, как снимал, делал, вы можете рассказать, кто вы, делал фотографии, потому что многие уже, может быть, себя не узнают, что они не знают, 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 что они знают, что они знают, Виталенька, чуть-чуть вот ту сторону. Да, 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 вот. Вот, вместо женщины. Правильно, вот так, вот так. Нет, а я их всех вижу хорошо. Валечка, ну лицом сюда. И всем этим, всем сказать вовремя. Вот так вот я стану. Ну мне так хочется, чтобы все поместились. Вот, вот. Так, надо сказать всем. Чиз. Чиз. Нет, как это у тебя там было? Кризы. Ой, кризы. Еще раз. Сейчас загорится, когда зеленая лампочка. Сейчас загорится, подождите. Ну загорится скорее, не птичка. Кризы. На постепенно. Клади, потом. Клади. Так. Анкризи. Андрея, у нас с вами. Клади. Клади. Нет, а я потом в свою очередь прочитаю. Вот. Который был инициатором этого проекта. И он единственный здесь присутствующих людей был на всех презентациях вот в Владивостоке. Он съездил туда месяц назад. То есть может нам немножко рассказать о том, как это вот во Владивостоке и что это было во Владивостоке. Добрый день. Ну, чуть-чуть уже о серой лошади. Вот. Слава пытался все формализовать это понятие, что это такое. Найти какой-то способ того, чтобы можно было четко взять и описать. Слава Богу, мне кажется, это невозможно, потому что что такое серая лошадь. Ну, мне кажется, это все-таки в первую очередь площадка, на которой люди совершенно разные, абсолютно разные люди, имеющие единственное общее какое-то начало поэтическое, могли собраться, поговорить с друг другом, почитать стихи и просто поговорить о жизни и найти какой-то способ избежать творческого одиночества, скажем так, в первую очередь, мне кажется. Начиналось это все на площадке Союза писателей, потом их стало два уже, потом позже. И они до сих пор существуют, люди там пишут. И поэтому нельзя говорить, что серая лошадь это единственная альтернатива. Там есть совершенно официозные представители поэтического жанра. Вот, все мы хорошо знаем. Тем не менее, люди молодые, они существуют, хотят писать стихи, и им очень нравится бренд «Серая лошадь». Ну, такое грубое слово, может быть, немножко. Потому что реально, я могу сказать, действительно, я был там месяц назад, присутствовал на презентации, выступал там. Презентация собрала довольно много людей. Она происходила в баре Чкалов, известном месте, скажем так, литературном Владивостока, где почти каждый месяц, иногда и несколько раз, собирается такое мероприятие, называемое «Чтиво», где активные участники «Серой лошади», в первую очередь, Костя Дмитриенко, проводят презентации различных книжек, каких-то других мероприятий, именно связанных с поэзией местной, но не только местной, на самом деле, уже вышедшей за рамки Владивостока. Люди там собрались, очень большой интерес был, всем очень понравилось. После этого мы собирались снова, ну, так, группа около 10 человек, людей, очень близких «Серой лошади», скажем так, и собирались на той самой площадке, где когда-то начинали, здание, собственно говоря, которое носит тоже название «Серой лошади», где сейчас находится Приморское отделение Союза писателей России. Ну, собственно говоря, она в фильме там и находилась, да, и тогда тоже там находилась, но там продолжает находиться. Пантеон местных поэтов там просто не умещает доска, на которой их портреты вывешены. Так что, говорит о том, что мы, какая-то единственная альтернатива, это все-таки, конечно, будет преувеличение, но молодежь тянется именно под знамена «Серой лошади». Они называются по себе «Серой лошадью». Они собираются каждый четверг, еще независимо от того, что происходит в баре Чкалафе под названием «Чтива», приносят туда свои стихи. Практически они делают то же самое, что делали мы когда-то, по большому счету. И я считаю, что это очень здорово, на самом деле. Это самое, может быть, главное из того, что мы можем сейчас, по прошествии времени, вот «Серой лошади» записать. Они сейчас, да, собираются издавать свой новый альмонах, какой он будет, там, восьмой, девятый. В общем, значения большого не имеет. Более того, как я понимаю, они сами еще много чего там еще не определились с этим альмонахом. Ну, да бог им будет помощь, что называется. Поэтому еще хотел просто еще что-то добавить. Слава там, по-моему, пишет, тоже в альмонахе, в предисловии, о том, что одним из победителей таких мощных, скажем, консолидаций для литературного объединения стала идея о том, что нужно издать сетевое издание. Издание, ну, как это сейчас говорят, ну, сейчас было бы понятно, что интернет, но тогда никто из нас в интернете не знал, были только компьютеры, и были несколько компьютеров, ну, там были сервера, на которые можно было заходить удаленно. Некоторые люди могли делать это с помощью модемов. И вот появилась идея разместить наш альмонах на таком ресурсе. У меня была возможность это как раз сделать. Вот. И мы собрали подборку стихов. И когда начали обсуждать, как же назвать эту подборку стихов, именно тогда и родилось название, по-моему, «Серая лошадь». Собственно говоря, в первый раз осознанно. Ну, название потребовалось тогда. Да, оно потребовалось просто. И я допускаю, что оно уже было, и на тот момент существовало себя прекрасно. И кто-то его обсуждал. Но именно тогда, в процессе обсуждения, даже мы голосовали о том, как назвать эту подборку. Именно тогда мы проголосовали за «Серую лошадь». И уже, в принципе, с этого момента эта «Серая лошадь» появилась. Куда делась та подборка, уже никто не вспомнит, потому что ни сервера этого нигде нет, ни дискеты, на которые все это собиралось. Но, тем не менее, потом все это вылилось вот в эти книжки, в альманахи. И дальше и дальше пошло, как даже своей жизнью, и уже вышло за рамки. И уж я не говорю даже про приморское отделение союза писателей, про рамки людей, за рамки людей из узкого того круга, который все это начинал. И сейчас это живет своей собственной жизнью, практически независимо от нас. Вот по большому счету можно это констатировать. Вот на этой оптимистичной ноте я вступительное слово заканчиваю. Ну и немножко почитаю стиху, с вашего позволения. Моя подборка называется «Еще скорее». «Скоро снова придут холода, Колонн встанет в реке вода, Так что можно дырявить лунку, И в нее, опуская струнку, Подсекать со дна осторожный звук, В тишину чешуйки роняя с рук. Скоро станет совсем темно, Можно долго смотреть в окно, И бравить взглядом просветы в тучи, На окне, где срисован морозом дрозд, Надышать свой голос на сон певучий, Подстилая пух перелетных звезд. Скоро станет еще скорей, Рыбы выйдут из тьмы морей, Гнезда чаек заселят в сушу, Где хотя бы одна из скал. Под короной снежною теплит душу, И лишайник выращивает коралл. Я с детства шел ко дну, И пусть встречал нечасто, Но чаял глубину во тьме экклезиаста, Я ползал за крома, Где шарил, как котище, Не лакомство ума, А пост духовной пищи. И вот, достигнув дна, Мне не досталось корок, Икра моя черна, И шоколад мой горек. Бог мой, ни дверей, ни входа, Как же я выйду, чем жажду исправлю? Даже в замочной скважине ключик Видеть мешает мой Бог безымянный. Эхо-то бун, вздох росы на рассвете, На штукатурке сухой я царапаю имя. Открой меня, это чайный лист, Ветер зовет из горячих ущельей, Тянутся вдаль по сухим корневищам тени, И стягивает горло, прохлада сумерет. Ветер шершавый к лопаткам пристанет, Чайный лист открывает навстречу утро, Набухают почка, новый день. Открывается чайный лист, Открывает горячему ветру, Прохлада росу заглядеться. С блеском утренних роз, С плеском в глазах открывается чайный лист, Набухающим сердце, Улетая с горячим ветром, Оставляя влагу глазам, И порох в шорохе сухожили. Еще сирень цвела, Ей было не в терпеж, И звезд гудящий рой Среди сухого пляжа, Сухим губам, сухой медок, И что ж, луна искала нас, И не нашла пропажа Целого квартала чайных роз, И православный гимн из минарета В букете кабарне, В раю осенних ос, Там горный тролль выковывает жало, Апофеоз кузнечиков в цеху, Дрожала, как вчерашняя газета, Читаемая ветерком и стертая в труху, Уставшая в четверо прекрасней Все басни. Осень, брюд или мускат, Все суши на закатах в перелеске, Там, где ночами бродит виноград, Струится в ночь и открывает омут Взгляд арабецкий юный в сентябре, Кому-то послевкусие, но слаще, Коровки в карамельном янтаре, О, Боже мой, декабрь мой пропащий. Я вас ловил, любаль, мою печаль, Мою сираль, грааль и постараль, Твою вуаль, скорее снять вуаль, Так между твой мой закалялся сталь, Так из цветок рождается клинок, Горят глаза и долго колет бок, Я вас устал, кустами бирюза, Давай опять нырнем в твои глаза. Мы не пыль, а пыльца, Мы не пыль, а пыльца, Не пыли звездолет, Все равно недолет, А пыльца прорастет. Может, вместо венца В тьму вселенной гонца Через тернии скрыльца Все равно перелет, Не звезди пылесос, Пусть Гагарин допьет до конца. Все, спасибо. Это был Евгений Абшаров. Вот, сейчас я... Кстати, Лизочка, у тебя как-то грампу седай мне. Сейчас я покажу такое очень короткое видео. Мы попросили, и я попросил отсутствующих здесь, Ну, по причине расстояния Поэтов, значит, из Владивостока И разных других стран, Потому что серую лошадь, вообще говоря, Очень большая сейчас география, Распространение авторов серой лошади. То есть там множество других став. В общем, попросил я прислать видео. Но прислали нам его не так много людей. Вот сейчас я покажу, значит, видео прислано Дмитрием Настичем. Оно совсем короткое, длительность у него одна секунда. Вот. При этом... Сейчас, 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 да. При этом сам Дмитрий Настич... Дмитрий Настич одно время был руководителем Объединения серая лошадь. Тогда оно даже... Тогда оно еще было... Собиралось в здании союза. Вот. И было при Настиче зарегистрировано Как юридическое лицо даже. То есть это было такое вот... Наверное, было самое вот такое... Официальное как раз. Да, формальное. Это точно был конец 2003-го, начало 2004-го. Когда мы там как раз были во Владивостоке. Вот это было тогда. Сам Настич пишет о своем видео так, Что высылает он нам для презентации Концептуальный нано-видео стих на Пассашок. Концепция объединяет авторство природы в искусстве стихосложения С хромой судьбой писателя-работяги, Просохшего на ветру и делающего первый шаг навстречу Далекой аудитории с опорой на самобытный Пассашок. Вот. Свет, если там выключат, вот и я включаю это. Вот. Это все. Еще раз. Сайжем кьюв сделать. Да. Пытались это закольцевать, но там как-то... Это в дальневосточные микро, собственно. Ну, наверное, да. Еще третий раз. В микрохоз, да. Вот. Это, в общем, привет от Дмитрия... Это море. Это море разговаривает. И я передаю слово для выступления Екатерине Зизьевской. Всем еще раз. Уже отговора приведет. Привет, Лёша. Привет. А можешь встать? Встать? Тогда меня не увидит камера, но не знаю. Увидит, видит. Нет, в камере помещаемся. Все. Все хорошо. Ну, что-нибудь я сначала прочитаю из цикла «Комната». Вот. Но это я не прочитала. В тот самый момент, когда по лодивостокскому времени наступил китайский Новый Год. Ты сказала, что давно мечтаешь встретить Новый Год сначала в одном месте, а потом перелететь в другое, так, чтобы успеть встретить Новый Год еще и так. И добавила, что для этого нужно рассчитать правильно место и время. Я подумала, что умею рассчитывать место и время, а также очень хорошо упаковывать чемоданы. Я подумала, что мне бы хотелось встретить Новый Год таким образом. Я подумала, что мне бы очень хотелось встретить его с тобой. Хотя для этого вовсе не обязательно дожидаться Нового Года. А можно встретить что-нибудь еще, или ничего не встречать, не упаковывать никакие чемоданы, ничего не рассчитывать, тем более время. Просто лежать рядом и разговаривать. Или лежать рядом, отказавшись от слов, как средство коммуникации. Я подумала все это, но сказала только «неплохая идея». Потом добавила «пока» и вышла из комнаты. Вот уже почти целую неделю я ни в кого не влюблена. Телефонные звонки уже не заставляют меня вздрагивать. Паузы между сообщениями ВКонтакте перестали казаться неносимо долгими. Больше не хочется находить нужные буквы, слова, знаки, перепинания, чтобы потом заворачивать их в бумажных журавликах. А самое главное, меня больше не преследует навязчивая потребность прийти на свидание в ярко-голубых ластах. Важно переступать с ноги на ногу, прикидываясь смешной, нужной американской птицей. Это стишок с посвящением, посвящается Кайми Шурис, и у него есть даже эпиграф. «Ой, я вспомнил, мне пора кормить белок». «Когда я сплю, ты кормишь белок на другой половине земли. Когда ты спишь, я тут хожу и думаю о тебе и о том, что ты кормишь белок, когда я сплю. Интересно, думаешь ли ты, когда ты их кормишь, о чем думаю я, когда ты спишь?» «Вот так, позовешь незнакомую девушку, встретится в пустыне Гопе. Говоришь ей, я еду туда как раз, не хочешь ли ты, дай мне присоединиться к этому путешествию?» Она отвечает, «Я, конечно, подумаю, но лучше ты к нам, на Колыну, в Берлин, то есть кофе пить приезжай, это будет здорово». Я отвечаю, что это, конечно, заманчиво, кофе Берлин, Берлин и кофе. И я думаю, что мне будет с ней интересно смотреть на граффити, и не только, но немного жаль, потому что это совсем не то, что встретиться с незнакомой девушкой в пустыне Гопе. И еще немножко из цикла «Здесь и сейчас». «Что говорить, не говорить, дао?» Они все шли и шли к мексиканскому заливу. По дороге говорили о кино и даже смотрели фильм о Мексике. Но они заблудились, у них слабался компас. Они проголодались до чувства печали, а дорога стала напоминать ленту Мюнлиуса. Они устали его искать и решили идти в обратную сторону, от мексиканского залива. Но не знаю, где залив, невозможно определить обратную сторону. Они устали думать, куда идти, и решили никуда не идти больше. Никогда никуда не идти. Из принципа отрицания мексиканского залива. У меня стоит его просто сидеть на месте. Сели, поели, поспали, проснулись. И тут они поняли, что все это время шли по берегу мексиканского залива, не замечая его. Вот же он, смотри. Я, оставшаяся в Китае. Та я, которая осталась в Китае, продолжает определять себе открытки сюда, в Петербург. И когда они приходят, ты говоришь об этом той мне, которая сейчас находится в Петербурге. В эти моменты я думаю, что, к сожалению, не имею никаких сведений о том, чем сейчас занимается та я, которая осталась в Китае. Кроме того, что она отправляет тебе открытки. И даже в их содержании можно выяснить только то, с чем та я, которая осталась в Китае, занималась 3-4 недели назад. Я надеюсь, что все хорошо у той меня, которая осталась в Китае. Интересно, думает ли она о той мне, которая сейчас в Петербурге? Догадывается ли она о моем существовании? И тебя никому не отправляют открытки китай. Печаль по поводу. Пока каждый был занят своими делами, закончилась гравитация, ее не будет в ближайшее время. Вот так бывает, стоит только отвлечься. Но разве возможно все время следить за тем, есть ли гравитация? И так не будет никакой радости, а будет сплошное напряжение или давление от этой гравитации. Нужно принять ситуацию такую, какая она есть. Лучше всего взять себя в руки и смириться с этим исчезновением. Но у нее все-таки немного грустно, что она вот так взяла и счетла гравитация. Очень жаль, что мы не успели ее поймать. Ну, последний. Все не так стихи. Не туда стихи. Написать стихи, что ли, чтобы были стихи. Именно мне нужны сейчас. Спасибо. Это была Игрина Девевская. Вот. Сейчас видео я включу. Прислано из Владивостока. Спартак Гориков нам прислал. Видео. Спартак Гориков. Вот. Несколько слов, наверное, как-то надо говорить. Немножко представлять. Кого уж можно представлять. Спартак, ну вот его примечательная такая деталь биографии. Он, Спартак, родился в Ленинграде. Я не помню в каком году. Не помнишь, как в Ленинграде? В 89-е. Ну, там надо посмотреть. В 82-е, наверное. В 80-е. В начале 80-е. Гориков родился в Ленинграде. Вот он такие, в числе прочего, делает. Вот такие вот. Да, можно уже выключить. Такие вот, как это назвать, ну, визуальные, что ли, стихи. Их можно посмотреть на сайте Полутонавыка. Такие картинки в сборник они не вошли у нас. Там другая графика. Вошла графику Паши Шугурова я взял в сборник. А Гориков представлены только текстами. Своими. В общем, вот это вот. Такие вот. Вот. Ну, вот я хочу здесь показать. Значит, я про это покругло. Они уже, да, по-моему, пошли? У нас все уже. Вот. Значит, на Полутонавах там, по-моему, еще что-то есть. Это, если я не путаю, Бородин, да? Это старые. Нет, это я старые. А ты ставил. Да? Ну, вот вопрос. Значит, это старые. Да, расскази. Когда появятся новые. Вот. И видео от Спартака. Там помехи от ветра будут. Но... Привет на 100 лет. Поздравляю вас с выходом Альманаха. 20-летием. Энмастер говорит слова. За моей спиной вы видите серую лошадь. В здании серая лошадь. Заводное повещение, где собирались серо-лошадники. Обсуждали, читали стихи, обсуждали, спорили. Сейчас там компания подряд располагается. Союз писателей остался. Серая лошадь – это объединение, которое, может быть, не обладая там, да, общностью поэтических принципов, каких-то взглянов на литературу, на культуру. В этом, кстати, наверное, и сила. Объединение, оно все-таки дало такой импульс мощный, что все люди, которые так или иначе сопричастны были этому, они до сих пор пишут, до сих пор что-то делают. И это правильно. С праздником, друзья! Из далеких несусветных стран не прилетят перелетные к нам птицы, рыбы не приплывут к нашему берегу. Новости врут, они устали, встали и вышли, а нас оставили с Богом Всевышним один на один, навечно, на эта причина была обеспечена. Нас покинули разные звери, потому что они в нас не верят. Ведь все, что естественно на параде, противоестественно на природе. Спроси себя, чего ради тиграм жить в твоем городе, а не сами себе с усами. Зачем им твой саммит? Солнце встает над домами, люди встают на работу, люди садятся в трамваи и превращаются в роботов. В трамвае темно и тесно, толстая тетя в трамвае кричит, «Уступите место!» Но место не уступают. Солнце встает над домами, трамвай продолжает движение к смерти людей и трамвая. Тетю зовут Женя. Небеса – небеса. Небо – не Бог. Небо само по себе мера. Не овса, но веса. Для всего. Прохожий в каждый божий. Многоэтажки так похожи. Карл Маркс умер. Хвост облез. Габриэль Гарсия Маркес. Небо – небо долгое. Полное молока вокруг даб. Вокруг да около рыба облака. Рыба облака. Сюжный пляж – жара. Желтый берег – оранжевая кожура. Кожа в шрамах ветеранов. Курортных романов. Всё, всё, всё – это и всё, что сейчас между нами, завтра накроет цунами. Всё это и всё, что сейчас между нами, завтра накроет цунами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геот-полюс, геот-весок-пульс, термометр-сорок со знаком плюс. Весок знает нас наизусть, термометр-сорок со знаком плюс. Все это и все, что сейчас между нами, завтра накроет цунами. Все, все это и все, что сейчас между нами, завтра накроет цунами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотел сказать, что хорошо, что Вячеслав поддерживает традицию издание монаха, кто-то собирается старого состава. Я уехал за Владивосток в 99-м году, в Серову-6. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, с 1998 года, когда Дениср был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я туда мало совсем проходил, но успел. Потом он переехал в Москву, пошел какое-то время там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Муравьев живет по теории Дарвина. Уверен, его предки древние василиски. Все, что природой было подарено, используют без малейшего писка. Не так уж плохо в бразильской саванне, но кто его знает, может быть, ночью он ностальгирует по гандване, шевеляя языком от термитов заточено. Муравьет-анархист, а термиты, как люди, шебуршат, не выносят совсем одиночества. Все живое на свете мечтает о чуде, свято веря, что жизнь никогда не закончится. Японский суслик косит рис на крыше небоскреба. Японский суслик смотрит вниз, не косо и не строго. Внизу сверкает серебром и латексом богема и расцветает на большом экране хризантема. Там электрические сны по проводам кочуют. Сурки и суслики честны, но дома не ночуют. У неба звездного в плену, уже давно народ их. И вот смотрю я на луну и вижу иероглиф. Самое время начистить зубы. Осень и кортик висит над домом. В низкую лодку сложив пожитки. Ночью в открытое море выплыть. Двигаться вместе с полоской света. Делятся рыбки. Плывайтесь в стрелку. Только у страха глаза с тарелку. Вспомни, как с нами шутило лето. Ливень, тоскливень, починит гусли. Ломок ледок в городских колодцах. Время придет, поживем на звездах. Лету маши. На тоску и зимой. Руки в крови по колено. Ноги по локоть красны. Шел участковый из плена. Владивостокской шпаны. Селами шел, городами. И ухмылялся в усы. Шкуры их нес в чемодане. Скальпы их нес в часы. В городе Энн по старинке. Молодцеватым купцом. Станет он с ними на рынке. И угостится венцом. Завтра же двинет обратно. В город, где солнце встает. Сделает людям приятно. Песню протяжно споет. У рыбки ангела нету нимба. А рыба амбал не сон. Большая вкуснючая рыба глыба. С названием рыба сон. Берет крючок. Прислоненный к пальцу. С личинкой зарока встреч. Она милее старику китайцу. Примавшему рыбу меч. Бывает ранее солнце всходит. Лежишь не в одном глазу. Ты тащишь, а рыбина сон уходит. На запад тушит звезду. До ночи увольним ходишь грустно. Выкатывая прикорм. Чтоб стать таким же большим и вкусным. Проплыть сквозь волшебный шторм. Мухи что-то в последнее время обесценились. Не кладут их в сальдан весы. В локеи зубы говорят. Здравствуйте, мы прорезались. Не обращайте внимания. Продолжайте мечтать о клее. Люди обедают за столом. Засланным чистыми амбициями. Мухи воскресли. Ползут на пролом. Сквозь выпавшие зубы. В утробу с пиццами. Математик-бомж нашел самокат. Мчится по свалке, вычисляя вкусненькое солнце. Пятнистый электрический скат. Впитываясь в продавца джинсы узенькие. Настала пора обладать тенями. Скользить над асфальтовым в клеточку городом. Прережите скорее меня ремнями. А то расправлюсь с очередным Новым годом. Время притормози. Куда ты несешься? Гепарды отстали. Тело мое не грози. Слабая маленькая не из стали. У женщины все происходит классически. Никто в этом мире плюгавом не выживет. Сначала ей заплетают косички. Потом она красится, письма пишет. Надежда и радости, желчь страдания. Все помещается в скудный полтинничек. Пусть от бутона до увядания. Короток, не подложить аспиринчик. Что же до нас, то нам тоже не сладко. Но если есть кому хлопать по лысине, То дряхлому телу не так уж и гадко. А юная душа всегда независима. Ну, наверное, все. Спасибо, Максим Валюх. Так, и видео От Сергея Неглубина. Сергей, Я даже не знаю, как Сергея представить. Вот он прислал анкету. И мы в этот наш сборник взяли несколько кнопок. Кто нам написал, Тех мы включили. Анкеты там с ответами на вопросы. Но анкета Неглубина отвечалась тем, Что он не помнит, Когда пришел на мнение. Не понравились ли ему там, Повлияли ли на него кто-то из поэтов. Он пишет, ну, кое-что у кое-кого понравилось. Им такими расплывчатыми совершенно. Вот, поэтому не знаю я как. Давайте только посмотрим видео. Всем привет. Меня попросили передать пару слов каких-то. Говорить я не умею. Так что еще раз повторю всем привет. И очень приятно, Что презентация сборника «Серая лошадь» Происходит в культурной столице нашей страны, В Санкт-Петербурге. Еще раз всем привет. И вот пару стихотворений, Одно из которых сборник вошло, по-моему. Не знаю, еще не смотрелся. Второе стихотворение было буквально написано. Можно ли это стихотворение назвать? Я даже не знаю. Шашлык у Камиля, Морепродукты, Вай-фай. А впрочем, и это не пригодится В моей виртуальной истории. И можно вполне обойтись Кока-Колой и пиццей. Когда я иду разговаривать с морем, Зачем мне вай-фай? Инфа о Камиле. Басмак из Коканда На юге Ферганской долины Свой желковый путь завернул До Японского моря. Теперь здесь успешно торгуют Вай-фаем, чилимом, Смениной. И пловом, и пилом, и видом на осеннее море Туман над заливом. Мукая камня, песок, В тумане летит черно-белая птица, На серую воду садится легко, И как перевернутая страница Волна накрывает следы не моих каблуков. Жестокий ее не щадит Ни своих, ни приезжих, Ломая зонты, он проходит По головам тяжелым дождем Вдоль восточного побережья, Где море волнуется раз, Море волнуется два, Где все телефоны Вне доступа Не дозвониться до Малой Курильской Гриды, И от Малой Курильской Гриды, А здесь только море и я, Кока-кола и птица, Да вечный камень Переходит залив И касается воды. Ночь на этом краю планеты, То ли пауза, Цезуров стихотворение, Если дни оно, Ветро внезапное дуновение Приподнимет шторы И по паркету сквозняком Прорвется к моей постели. Ночь на этом краю планеты, И в потоке сна Не приходится сомневаться, Так ли плод надежен, Опасны ли мели, И те, что вдруг подкинут На смятом белье постели, Открываешь глаза, Как дыры пальцами Протыкаешь в гнившем Сукне шинели. Губы вряд ли споткнутся На грубом слове. Ледяные доски, Последнюю сигарету В пачке скомканной Рот не ловит, Спички гаснут Одна за другой Ночь на этом краю планеты. Мысль Еще не рассталась с тем, Что было только что, До того, как мысль Еще не рассталась с тем, Что легким перышком На волнах плыла, Падая и взлетая, И сирены звали, И скалы ждали, Но бесплотный слот Проносила галя, И кораллы брюхо И улезали. И не вымолвить, Было усна покоя. Даже рыбы знали, Что дело конченное, Птицы склекотом, Пух над морем, Рвали небо, И небо клочьями Уносил сумасшедший ветер. Через волны, И через мели, Через ночь На этом краю планеты, Сквозняком, Скользящую к моей постели, И в голове моей, Где не будет больше цитат из мифа, А скитальце древним, Который вернулся, Все же ночь идет. На часах поменялись цифры, Как положено. В черепной коробке Со скрипом всплывает память, Цепь, вздыхая стальными кольцами, Тяжело, как ведро с водой Из глуби колодца, Тянет образ мой, Упоенный с нами. Не пролить бы зеркало, Дотянувшись до раковины моллюска, Гаснет, Ничтожный в прошлом Источник света. Значит, Надо просто лечь И расслабить мусью. Ночь На этом краю планеты. Всем спасибо. Это был Сергей Юрин. В общем, Вот такой В день народного единства, Наш такой сборник Серая лошадь, Он как раз показывает Самое такое единство Стилей, стилистик Скажем, Приморской, Что ли, Это Земле Приморской Единство Стилей, Стилистик Направлений, Единство Поколений, Разных поколений. Вот сейчас я здесь Приглашаю Выступить Самого молодого Автора Поэта Лошади Веру Войну. Добрый вечер. Сначала я прочитаю Тут свои подборки И потом представлю Автора Сейчас живет в Москве Это Иван Гава Так получилось, Что здесь Подборка Основная С посвящениями Случайно так вышло, Но Тем не менее Здесь посвящения Есть Автор Который Сейчас живет В Иссуиске Ну то есть Это город Чудеморского края Это Кира Король В прошлом Киреева Кири Король Поэт И Филолог Ну и Мой друг Стихотворение Называется Сад Августа Август Поперек Горловин Свитер И главное Полун Разве руки Простер Три стены Как только мог Ничего со мной не будет Только веки И пожалуйста Раскраснеются Подумные шпиречные Ноги смяты Как белых сосен дым Тих сосен Не хотел никто Сажать А он рассаживал У каждого двора Мы будем долго ждать Прихода Хвойных дней И мягких Как повар Я стану Рассыпать Могу У каждого Крыльца Я стану Проперечен С печной Наслонг На того Пусть вырубит Хоть повод Хоть с лапцом Украдкой Отменная сад Пока не с моря У сада вашего Украдка Брового У сердца Пусть тоже бывает Похож на пуделя Только Остриженного пуделя А не акула И скажешь тогда Верность Это как Стопудели Одновременно Но Все эти пудели Они вдруг Побежали В разные стороны Наверное Наверное Бывает луны Такая Сметровка От чужого Стихры Блаши Блаши Отметали Лица Ясные Как пробки Все выходные А воскресенье Отмечают Частицы Уже И что же Стопор Он такой Спираль Все красный Лапшот Дети с музыкальными Ушами Играли Здесь Вопту Второй Когда в детстве Виноделы Или землекопы Ели песок И засмел Они ни о чем Не подозревали Это не из подозрения Они ели Никак Они рыли Им было весело Еземь Да и сейчас Они зовутся Между Посухой Земледелия Но Если цыпки У комка Земли Они какие Сыпняк Земли Может подрасти Еще Кописходный Мотив Его Зазоры Диска Кустарник Способ Подорожник Рябиной Черной Лодки Дочерной Черной Куркой Когда Они сидят Землянки И едят Те ягоды Зубы У них Уже Другие Ягоды И глаза Как рот Кто-то Это пустил Первый Умер Слава Богу Закрылся Его Рот А Ну вот С моими стихами Все Сейчас Прочту Стихи Иван Гал Несколько Это Тексты Здесь будут 2009 года И 2006 Потому что Он уже не пишет Но вот эти тексты Они Ну я не буду говорить Очень хорошие Но такие Стихические Сейчас Снимите Нет подарков Для любимых Нет подарков Нет подарков Только Почки Только Спички Горста Пыли Нитка Спирта Нет подарков На ладонях Нет ладоней На ладонях Укралась Человека Отлюбили До пропажи Нет подарков Нет рассветов Нет рецептов Нет дубан Говорят В лице Ветер Положек О смерти Нет забытых Нет несчастных Несчастливых Нет никак Нет рассвет Нет подарков Нет подарков Нет Постоянно Слепан Камчатка Духоватая Вы не двитесь Постоянно Днями двитесь И ночами Днями двинитесь А ночами Постоянно Постоянно Выкрыванными Цепями С углоплавными Ногами Выходя из душа ванной Но продвижетесь Шагами Не уйдитесь Постоянно Не обеднитесь А ночами Постоянно Постоянно Снитесь Деревья Деревья стоят За окном А я сижу За столом Деревянным Больно Смотреть Деревья На это Как хорошо Когда нет глаз Думают О чем же О чем я думаю О чем я думаю О чем я думаю Об одном и том же Об одном и том же Спасибо 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 Вера Воинова Читала стихи своей И Ивана Гавы Вот Ну я так чувствую Все немножко устали Но давайте Как-то соберемся С силами Потому что Вот сейчас Я включу Видео Самое большое Нам присланное На почти На 8 минут Поздравление От Александра Белых Вот Александра Белых Как раз Здесь Многие знают Он В прошлом году В Петербурге Вышла вот такая Вот его Книга Феноменологический Синематограф О творчестве Николая Кононова О прозе Искитах Николая Кононова Была ее презентация В том числе По-моему И на этой площадке Кто меня поправит Не поправит Подтвердит В центре Андрея Белого И здесь По-моему Тоже была презентация Феноменологического Синематографа В общем Александр Белых Он Здесь Достаточно долго Жил В прошлом году Сейчас опять Вернулся В Владивосток Жил там В Артеме Да В Артеме В Артеме Вот 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 Видео Добрый вечер Друзья Поздравляю вас Выход Дама-альмонаха Серая лошадь Желаю вам Успешного Проведения Презентации И для этой Презентации Я прочитаю Новое стихотворение Написанное По следам Последнего Альмонаха Называется Двуглавая Серая лошадь Два крыла У мифического Греческого Пегаса А у нас В Владивостоке Двуглавая Серая лошадь Чудо Антропопоэтической Зооморфии Рисуется Как Социанический Социотип Узнается Есенин То есть Интуитивно-этический Интроверт Ни тпру, ни ну Ни в хвост, ни в гриву Восток с западом Никак не сойдутся В этическом Экстазе Одна голова Глядит с печалью На либеральный Закат Другая Жуя Патриотический Овес Застыла У восточного Стоила С видом На бухту Золотой Рог Грустно Кивает на Зарю Отеческого Возрождения Говорят они На разных языках Порой Голосом Дмитриенки На Эвенкийском Порой Голосом Бондаренки На Французском Кто-то Запинается На Заскорузлом Славный Гибрид Эвенкийско Французского Обогащает Или умаляет Язык Поэтов Помельче Упражняющихся На Захудалом Русском Наречии Китайский Дискурс Вплетает Зизевская Катя В лошадиный Храп На Храп Исторвет Устцы Молодая Поросль Пытается Объездить Пришпорить Азартно Вот Хватает За старый У Двуглавой Лошадки Иван Ахмадиев И дрочит И дрочит И дрочит Другой Иван Который Гава Незаконченный Философ Надсаживает На Загривок Сексапильную Скаж Ред Йоханссон Бедную Загнали Бывшему Буквы И Пожалеть Животину Двадцать Первый Годок Я пошел Посчитаю Жо Критики Эстеты Локальные Лобучев Саша Не дождутся Кода Ж Она Сдохнет Не дождутся Кода Ж Она Сдохнет Кое Кого Однако Может Сбросить Навзнич Этот Зна Этот Это Знает Коневодец Дмитрий Настич Извините За рифму Старый Конь Как Говорится Борозды Не Испортит Хоть Копыты Стерты И Лениво Поступь Нежно Ведет Доходягу Летописец Корнилов Сергей Добрый Добрый вечер Друзья Приветствую Вас На презентации Серой Лошади В Москве Желаю Вам Успешного Проведения Праздника Веселья Послушайте Мое Новое Стихотворение Написанное По следам Нашего Юбилейного Альманаха Называется Стихотворение Друглавая Серая Лошадь Два Крыла Мифического Греческого Купаса Я не был Времени Это Присывалось Последние Несколько Дней Все Просмотреть Все Просмотреть Я просто Не успел Поэтому Оживило Вечер Я помню Что в конце Там какие-то Еще есть Тексты Давайте Той Кого Однако Может Сбросить Назвуч Это Знает Конец Стихотворение Называется Гольфстрим Умирает Гольфстрим Умирает Мерзнет Петербург Жалко Жалко Уточек На Водном Канале Кто Ты С Булкой Французской В кармане Продяга Эклектик Подворотин Демиург Ну Поцелуй Жи Косоротую Снежную Бабу Намалю И румянь Сво всю Шершавую Щеку Оживи Мортепрель Нарисуй И за хору И за бару Зажги Любовь Двумя Пальцами Щелкни И пустится Снежная Дура В пляс И веселье Заметая Шерсть Собак И унылых Прохожих И закружится В стылых Небесах Каруселью Проспекты Купола Афиши Рекламной Рожи Средь них Узри Меня Боже Летящего В кость Вслед за Ангелом С Петропавловской Иглы Руки Мои И ноги Мои То вместе То врозь Выбираюсь К свету Из питерской Мглы Молитва Господи Боже Мой Господи Боже Мой Зачем Ты Такой Зачем Ты Такой Иди Своей Дорогой Иди Своей Дорогой Иди Непутевой Иди Непутевой Дорогой Своей Пока Красив Пока Молод Иди Не пугай Людей Ты Говорящий Как Ясенец Как Неопалимая Купина Ты Говорящий Как Агнец Блеющий Как Ангел На Тебе Посох Вот Тебе С ума Господи Боже Мой Господи Боже Мой Зачем Ты Такой Зачем Ты Такой Святый Святый Не Пугай Людей Проходи Мимо Скорей Скорей Меньше Чем Уже Раз Так Теперь Я Сам Себя Объявляю Сам Себя Я Вячеслав Сражановский Так Ну Чтобы Не сильно Задерживать Затягивать Вечер Я Наверное Почитаю Такое Короткое Стояние Своё И Славик А можно Тебе Почитать Что-нибудь Из Первых Альмонаков Из Первых Альмонаков Да В России Кубики Ну Так Ну Альмонаки Все Водоли Стоят А Дайте Мне кто Альмонак Нервы Сейчас Сейчас Вообще Вот Такое Коротенькое Четыре Второй Первый Во втором Если Кубики Были во втором Да Стипоторения С названием Кубики Я помню Одно во втором Ой Ну Собственно Удавна Вошло В сборнике Ну что тут Упоминается Такой Да Конечно И не вернуться И не вернуть Дважды В реку Не сунуться Ни в сказки И не пером Но Вспомнишь Нелепый Топоним Какой-нибудь Какой-нибудь Прости Господи Дальхим Пром Дальхим 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 Получить Какой-то Видео Поскольку Дима Был одним Из Основателей Стоял Он У начала Серой Лошади В том числе Вот Это его Первая Книга Дима Рякачевского Сейчас Он живет В Париже И занимается Театром Пантомим Актер Мим Вот Значит Видео И Тексты Такие Деньги Ну вот Тексты Дмитрия Рякачевского С названием Однозвучно Звенит колокольчик Однозвучно Шелестят Шины По шоссе И Дорога Разматывается Послушно Повинуясь Указанием Спутника Подключенного К компьютеру Такси И уныло По ровному полю Разливается Бессмысленный Монолог Шофера Мне слегка Страшно На скольких Поворотах На 170 Км в час И Слегка Стыдно Моего Страх И я Устал И то Что мне Говорит Шофер Меня Раздражает Как Вдруг Дежавю Дежавикю Такая же Душная Ночь В другой стране Мой отец Вез меня Провожать Девушку Которая В первый раз Поцеловала Меня Которая В первый раз Положила Мне голову На плечо И улыбнулась И словно Искам Лькнула Моя слеза В зеркале Таксиста Который Неосторожно Заметил И смог Я ехал Из пункта А Где никто Мне не сказал Прощай В пункт Б Где меня Никто Не ждал И между Этими Двумя Пустыми Городами Была Длинная Долгая Дорога Стихотворение С датой И место Афина 2010 Когда-то Дима Писал Совсем Другие Стихи Такие Не Вербитры Это были Регулярный Стих Как правило Ироничные Какие-то Но уехав В Париж Совершенно У него Изменилась В Париже Его Париж Так Ну что На заказ Я читаю И У тебя Можешь Еще Уж Кубики Ужин Спасибо Так Ну читаю Читаю Стихи Приятно На самом деле Да Вот это Текст На Литкарте По-моему У меня Представляет На Литкарте Кубики Названия У машинки Буквы У жизни Смысл Поэт Написал Стихи Наш Шура Молодец Весна Красивая Пиши Поэта Весне Дети Кормили Птиц Птицы Рад Солнце Звезда Мы Гуляем У машины Шины Шины Шумеют Мы Живем У моря Ищи Шарик Ищи Пушкин Великий Хорошо Весной У лесы Карма Лиса Рыла Нору Чьи В лесу Шишки Мои Стихи Хороши Меня Любит Мама Дай мне Мама Руку Малыши Учу Мама Учу Наша Родина СССР Жиши Пиши С буквой И Малыши Шли Из школы У мыши Режим Счастье Рядом Все Рады Весне Это Кубики И Ужин Ужин Вот Такой Это Ужин Это Все Во втором Монарте Сюда Вошла Не Полностью Год 1998 Книга Такая Все Это Книга Название Фабула Раза Книга Ужин Чаю Заварю себе Чай Ничего себе Вкусный С сахаром С хлебом С блюдцем Или на нем Жалко Ничего сладкого Такого Чтобы В прикус Попью С сладкого И сладкий Несладкий Зашля Вот И Не вышло По писаному Если Это По писаному То Кто Автор Драмы Тук Кто Не Автор Кто Мыш С сухариком Возится По писке Пусть И Мыш Придет Так Поужина Мне То Приятное Есть С кем Поговорить Не Пролазит Твой Сухарик В щель То Та Говорю Тут Кушай Вот Сахар Бери Сигареты Угощайся Располагайся Вообще Хочешь Музыки Есть Аквариум Центр Есть А может В карты Сыграем Джинс А планет Уже Уходить Да Ведь Не Очень Чую Познато Но Если Конечно Конечно Не Стоит Вот Постарался Быть Кратким Кратким Почему Потому что Сейчас Будет Вообще Наше Самое Большое Видео На Сейчас Скажу Сколько Минут 12 С половиной Минут Но Боюсь Что оно Будет Больше Всего Интересно Как раз Присутствующим Здесь Автором Серой Лошади Это Видео Снято Практически Почти 20 лет Назад То есть Приблизительно 18 ноября Это было Если Это было Суббота То Это было 18 Может быть Это была Пятница 17 Или Воскресенье 19 Сейчас Уже Не знаю Как это Восстановить В 1995 Году Во Владивостоке В музее Имени Арсеньева В Девичественном Проевом музее Вот презентовалась Вот это моя Первая книжка Зеркало И вот Значит Нарезка Презентации Этой книжки То есть Как мы С Алексеем Денисовым Здесь Присутствующим Идем На презентацию И там На презентацию Разные Люди Выступают Вот Такое Длинное Видео Но Подпишитесь Н 것처럼 Дальше Оienst Нормально Ну Чтобы Повтор Быст Ну Шипа Ну В Тут Шипа Вы Продолжение следует... 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 степенный смешон и ветреный старик вот я как раз вот этому соответствую я не был смешон не был смешон в юности потому что я тогда ну в общем-то несколько подвержен был новациям вот я сейчас попробую бытность мою в литобъединение это первое было литобъединение тогда называлась она вас пор почему-то и спасли и по сути в общем-то озеро я знаю на седанки озеро зимой почти не разглядишь его крутых сугробах розовых укутанным густую тишь она и раньше было маленьким но ведь я был небольшим когда серьезно глазом мальчиком играл и снег тех зим ссорился снежинками роскошно я ловил их без труда теряясь как в розовых ладошечках смеется зябкая вода поэтическое слово хранится на вид зоны поэты в общем-то есть приходить и смотри а текстов нет 20 век и вообще последние наши индустриальные века характерны тем что поэты активно расширяют сферу эстетического включения включение в сферу эстетического сегодня недавно я обнаружила поэта который включает в сферу эстетического научный терм лирика Вячеслава Круженовского это именно эту сложность и начинаешь воспринимать ее уже как свою то в отличие от элиады книжка кончается поэтому 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 я думаю вот но ощущение у меня было точно такое же как от экзамента который 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 читаешь который нужно читать долго который требует больших размеров больших пространств больших расстояний мне кажется что что Вячеслав Круженовский хитрический поэт в большей мере чем лирический ага тогда я включу музыку и поэтов в ремнии м и н Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сирая лошадь для меня началась с Крыжановского Субтитры делал DimaTorzok Я, к сожалению, очень сильно отличаюсь от всего этого Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что-то могла сказать? Можно? 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 Я потом скажу после вечера Как правильно кто-то тут сказал, что Сирая лошадь хороша тем, что она объединяет Совершенно разные Стилистические Вообще всех разных людей Стилистические и стилистические В этом была ее сила Ну, какое-то время Потом все это По центробежной силе Разметилась В разные стороны И сейчас Осталась там Ладно, я потом расскажу После После презентации Если кому-то интересно Ну, кто меня спрашивал Вот Вот Я, честно говоря Вот Славик выбирал стихи Я, честно говоря Вот Не выбирала А потому что Я не понимала, что Как бы нужно Взять Поставить И Славик Я хоть то взял, что нужно Да Нет Ты взял то, что Ну Как ты считаешь нужным И Это С одной стороны Хорошо Потому что Тут же по По алфавиту По алфавиту Да А ты читал Переводчиков Нет вообще? Тут Вообще Читают Только я прочитал Диму Рикочевского И Вера Прочитала Ивана Да? И, по-моему, других Мы Отсутствующих авторов Как-то Ну Шарик, конечно Но А вот То есть Ты можешь прочитать Какого-нибудь Из-за Прочитала Какого-нибудь Из-за Прочитала Ладно Я сначала Выгоду Новые стихи Но Такие страшные Что Решила Что Читать Старые Извините Ну То есть Мы Как бы Ставим точку Да? Никто не знает Ну Такую Маленькую точечку Неизвестно Что дальше будет И вообще Что с нами будет Вот Но Но Ни по стилистике Ни Вообще Ни по всему Ну Вот Новые стихи Они вообще не вписываются Сейчас Не в серую лошадь Вообще никуда Поэтому Их не буду читать Если вы не против Я почитаю Что-нибудь старое Да? Вера Читает что-нибудь Читает что-нибудь Хорошо В Владивостоку с любовью Я надену для тебя Из крапивы платья Да? С недобитых мух И ос Сделаю венок Рот Порву Ради улыбки Ради светлой ради И пущу По злачным Веном ток Только не греми Так громко Временем В обрез над духом Не в себе Только не водись Мычком Звероголосом Не зуди На моем ребре Воздух Мухоморный Город Цап-цап Цыпа-цып Мой цуцик За трапезный Цыц Цыц-цковорот Не сожрать тебе Меня не выпить Я сдохла На сто лет Вперед Михаилу Павину Есть такой Художник Есть В угоморе За углом Там ходят Бродят Вверх Ногами Бьют Не закусывая Воздух Подкуривая Секреты Взглядом Вверх 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 Темп Там Это то А то не это Я уезжаю На легке С улыбкой Сжатым Кольки Дюмя 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 Ну это все Посвящение Тем людям Которые Ну или уже Умерли Ну или как-то Ну Повлияли На жизнь Дюма был Такой Поэт Японист Переводчик И Поэт И Певец Город Оперных Ветров До щекотных слов Заблуждаясь Легко Взять за горло Смеясь Здесь На пасмурном Берегу Великого Языка Захлебнуться им Проще Чем Хлеб И вода И жирует Земля От поэтов Преданных ей Навсегда Навсегда Это лирика Мусорных Урна Зверевших Вещей Одичавших Дорог Я бегу И бегу И бегу Я все сразу Стрелаю Мишень Меткий Стрелок Я Убежать Не могу И пока я училась Смеяться Серьезно И прилежно Совсем Разучилась Я плакать Не знаю что хуже Дровью набухнуть Хочу я В предметах Печали Пылью забиться Под ногти И смерть Как охота Осень Представь Наступать В стихах Как в природе Воздухом Псовым Алчно дышит Охотник Нет Ничего за что Можно хвататься Зубами Нет никого Чтобы выбить мне Зубы Кошка Зеленая Блаконенький дизайнер Если тебя вдруг спросят На всякий случай Ответь Все же может Случиться Все произойти Если от всего Что было Осталась Речь И она болит И может с ума Свистеть Если вот не думать Что я Никто другой Если просто Смотреть На небо Мурзу Как прищурив Глаз Почему то всегда Веревка Оказывается Под рукой Почему не яблоко А Мандельштам Раскачал Котель Раскачал И ушел Настич написал Мы вши Мандельштама Жирные вши Голова моя Катится По Петербургу И Нехорошо Все остальное Смыли Хронические дожди Если бы я могла Просто так нагло Любить жизнь Просто так Смотреть В небо На море На облака Если бы я могла Яблоко Ни за что Ни про что Сгрызть То уж конечно Это была бы не я Если тебя Вдруг спросят На всякий случай Молчи Не води меня По улицам На цепи Не ставь В строй Мне эпоха Во рту горчит Заливает глаза Гной И Ну Максу Тоже Яблоко Как мажорный Покидавшего Душу Как прекрасный Уродец Паразит Героинщик Парадис Интеллектом Нож Консервный За ухом Кватбищенский Сторож Обходишь Столицу С черной Псиной Трехногой И падаешь В душу Глубоко Глубоко Как в колодец И шипя Как окурок Раскачаешься В лодке Губжакон Довинчи Как опасной Бритвой С груди И пьяных Женщин Поцелуи Срезаешь И даришь Мужчинам Кровеносных Сосудов Дефицит Кислорода Как бродяга Кораблик По волнам Моей крови Разорвавшийся Мальчик На словах Цитаты Скорпион На гортане И три четверти боли Подыревший Стервецкого Кочек На шее Двадцать девять Двадцать девять Шрамов Долги И дрянная Карма А в кармане Море Парус И не по зубам Улыбка Будто рядом Наступило бы Пятое время года Я бы смеялась Прямо в лицо Этому миру Ты сказала б Не сходи с ума Смешно плакать И я пинала бы Облака Чтоб пролился дождик Я скормила бы Бесполезное сердце Собакам Я заставила бы Мир И зайти лютым цветением Но приходит доктор Плач говорит Ты смертельно болен И выписывает рецепт Из цветов кролохлёбки Тараканей требухи Потрохов Зловонных зелин Скоро говорит лето Совсем скоро Город в ожидании неба Об этом все разговоры Крабы, поднимая дрови Как бы удивлены поворотом Меня сводит с ума А то она, то ее тело Не в этом дело В каждом ленчике Узнаю шваба Как бы цветет картофель Ангелы клеи Летят как на юг Как на свет В конце катастрофы Входит гамлет Смерти не будет Не ждите Аплодисменты Она злится Как за окном вьюга Она бьется В руках Как рыба Она говорит Снега не будет Но будет Из лебедей Суп без хлеба Самомедики Летают Мы Исключительно На короле Скажи А белый виноград Как будто дождь Мы будем Трын трава И летчик нам помашет Вот Осень за углом Мы не свернем за угол Мы станем Яблочко-мишень Мы станем Смерть А путь Черносмородиновых В сердце тесно Мы станем Сотрясением Небес Белого голубоя Скажи Что дыма тень густа Как пустота Мы станем Расстрелянное Молоко Мы станем Изумрудный Мех Кузненчика Искрой зимовой Ну Как тебя Сирые лошади Это то, что Так случилось в моей жизни Что вот я С вами всеми встретилась Я вас Люблю Не забуду Не забуду Мишки 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 Подключается Так Ну вот Да Татьяна сказала Про это самое Единство такое День народного единства Серая лошадь объединяла Все разные, начинаются разные поколения, разные поэтики. Я опять же вернусь к тому, что не было никакой другой альтернативы в обществе. Просто если человеку нужно было в Владивостоке что-то куда-то принести, принести свое творчество, кроме как в серую лошадь было некуда прийти. Поэтому поневоле всевозможны. И как вот сейчас следующее видео может подтвердить мои слова, по стилю вообще, по контрасту. Это у нас будет Андрей Холера. Это псевдоним, творческий псевдоним. Андрей Холера как раз таки может быть приведен к примеру такого успешного поэта-литератора, кто живет во Владивостоке, туда не стремится переехать никуда сейчас в столице. И при этом у него, значит, в одиннадцатом году была издана книжка. Так, сейчас я скажу, где тут она. Вот она, ее подложечка, вот такая вот. Издательство «Красный матрос», ну, кто знает, да, кто знает, издательство «Красный матрос», вот и издал книгу Андрея Холеры «Идите в рифму». Презентация этой книги была почему-то не в Петербурге, а в Москве, куда Андрей тогда и приезжал. А что на картинке интересно там? В картинках таких они не понят, человеческих, допустим. Я думаю, кто-то в рифму идет, даже как шагает. Да, понятно. Вот. Андрей Холера, да. В «Альмонахах» его стихи появились как раз, ну, старание этой пятой церкви, она вышла, да, сейчас? Которая, издавая шестой, включила его подборки. Подборки от Холеры. И еще можно упомянуть такой, значит, исторический факт, что в свое время, в далекие, значит, 91-92 какие-то годы, Андрей Холера издавал во Владивостоке сам издатовский литературный журнал с названием «Кокон». «Кокон», колониальный концептуализм, то есть вот так разворачивалось это слово «Кокон». И Алексей Денисов даже в каком-то из номеров там своими ранними-ранними со всеми слухами, по-моему, дебютировал, да? У тебя это был дебютный «Кокон». Ну вот, значит, что нам прислал для презентации Андрей Холера. Возможно, будет громко. Моё знакомство с балетом произошло летом. Питер, Мариинка, близость шпрот, Не застёгнута шевинка, Разинут рот. Гастроли повесим, Второй состав. Ладно, не лезем, Чужой устав. Час до начала. Ужин в бестро. Странно вурчало. Моё утро. Стул на балконе. Иностранцев рой. Танцоры, как кони, Бьют ногой. Недоискусство, 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 Решет живот. Будто внутрь насыпали дусто, Выворачивает на выворот. Не выйти. Зажали стульями ноги. Скорей бы закончился первый акт. О, боги! 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 Антрахт! Как хорошо бывает засранцу В маринке кабинке. Верь мне, верь! Зря иностранцы! Зря иностранцы! Зря иностранцы Дергают дверь. Акт второй. На манеже те же. Впрочем, не важно. Дремлю, дремлю. Расплавлен, рассыпчет. Расслаблен, разнежен. Боги! Как же я вас люблю! Что? Снова антрахт. Прошел незамеченным. Совсем незамеченный мной второй акт. Как хорошо иметь излеченным свой главный кишечно-желудочный тракт. Третий акт. Взял себя в руки. Сосредоточен. Внимание весь. Какие движения. Костюмы. Звуки. Знаете, что там в балете есть. Я хочу туда, ребята. Сосредоточен. Я лягу. Я лягу. Он не так давно уже читал. Где все Андрея делали. Поэтому не так много прочитаем. Я прочитаю стишки из этого адмонаха. Вот. Составлял эту подборку в славе. Потому что я не знал, что взять. И попросил его взять, что он закончил. В общем, все у него получилось. Но читать я не знаю. Конечно, с первого получилось. Ну дальше. Пойду несколько стишков быстренько. Вот стихотворение про Бутово есть у меня. Я живу в Бутово. В Москве? Да. Южная Бутово. Южная Бутово. Или северная? Южная Бутово. Для специалистов поясним. Я живу на маленьком участке, где управа Южного Бутово. То есть дистанция и пички Бутово. То есть огромная, огромная Южная Бутово. Размером примерно. По жителям может быть даже больше, чем Читак какая-нибудь. Это реально целый город. Вот. А я живу в маленьком городе. Они прилетели из черной дыры. Гоп-цца, красиво живем. Они привезли нам с собой дары. Гоп-цца, дай закурить. Говорят, мы с миром пришли, друзья. Гоп-цца, ну наливай. Говорят, мы любим вас, обезьян. Гоп-цца, гоп-цца. А будто рог будто накрылась сном. Будто бы стал одном. На берегу стоит козлом. В болоте лежит бобром. Яблоки, слышишь, еще висят. Там, где уже не сад. Электрички последние свистят. Как тысячи лет назад. Глянь, как бутовских поселян. Нахлобучило палым листом. Протяни руку новым друзьям. По старым махни хвостом. Вот, слышу про электрички. Нет. А, вот про электрички. Я в электричке видел ноги. Ах, ноги, как твои. О, боги, ну какие ж ноги. На то была не ты. Я руки видел в электричке. Как руки у тебя. Такие белые, худые. Что их держать любя. Глаза потом еще я видел. Хоть не твое лицо. Но будто я тебя обидел. А ты простила все. Потом в автобусе набитом. Изгиб твоей спины. Меня качнуло, как я выпил. А я два дня не пил. А я вот тут хожу и брежу. Увы, плечом снося. Как будто сон кусками режу. Ну где ж моя ты вся. Еще про части тела, наверное. У футболиста есть нога. Что пнуть в рога. У всякого козла рога. А у меня прям ни фига. Я как цветочек без оружия. И нафиг никому не нужен. Вот. Ну это такие вот стихи. Еще про части тела. Вот. Это стихотворение делится на две части. То есть два четверостища там собственно. Одно написано было 20 лет назад. А второе не так давно. Пару лет назад. И там все вот это там сказано. Про части тела. У женщины есть ноги. А у мужчины нет. Зато мужчины боги. И отражают свет. А вон идет прохожий. С пластмассовой рукой. Он страшно не похожий. На всех кого я знал. И вот. Парам-пам-пам проходит 20 лет. Не знаю как там бабы. И где какой там свет. Но если ты прохожий. И ходишь без руки. То мы с тобой похожи. Хотя и не во всем. Еще интересно здесь есть. Весь предчатый тело. На огромнейший. Наберу. Час секунду. Сейчас секунду. Сейчас. Сейчас. Пару тебя. Можно. Наберу. Сейчас. Девоку-то. Сейчас секунду. Сейчас. Слышишь. Подстригусь и сменю аватарку, И для рифм молодую татарку, Залучу я к себе во франды, И дры-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Только что мне надежды пустые, Пусть свистят как в степи поезда, Как из восьмидесятых звезда, Зарасту я по самую увыю. Пусть летят поезда под откосы, Кионеры в безус их полны, Не сниму я для рифмы штаны, Не поставлю больные вопросы. Не смотри ты в тоске на дорогу, Парикмахер в седом шушуне, Не мечтай обо мне, Не чеши волосатую ногу. Хвольдин, Лонна, Забыла. Смотри, слави какие-то у меня за ним. Не кричи. Я старался. А это я последний прочитаю. Пусть про алкалимон, кстати. Знаете антифлистику про алкалимон? Хороший антифлистик. У меня ему посвящено два или три стих отворения. А можно еще раз? Алкалимон. Название напитка. Алкалимон. Два слова алкалимона. Алкалимон. Извините, возможно, что я... Есть, есть. Возможно, я его нажмаю. Потому что для любителей бюджетного алкоголя Ну, это есть и для не любителей. У нас это называлось просто лимон. Да. Но фирма Алкал, она пускает баночки такие. Дешевых, слабоалкогольческих напитков. Алкалимон. И вот один из них называется лимон. Собственно говоря, почему он интересен? Потому что в нем минимум ароматизаторов и всяких прочих вещей. Там просто водка. А, он еще пивный. Нет, он, кстати, очень сложно напитать. В общем, есть два, да, или три стихотворения. Вот одно из них. Вот есть... Вот это, да. Вот это стихотворение не апологетика Алкалимона, а скорее напротив. О чем не апологетика? Вот. Это стихотворение посвящено зачем-то Ксении Чарыгой. Не знаю, я ни разу не заставал ее из-за распития моего калимона. Но почему-то, если все ему нереди. Да, она сегодня молодая. Многое среди. 25 лет, она такая очень молодая. Я даже не помню. Я для кого? Я даже не помню. Она была молодая, ровно там, 7 лет назад. То есть, позавчера? Вот таксинник и черед. Маленький алкалимон – это большое зло. В нем есть коварный яд. Тайное западло. Вот ты, к примеру, спишь и ничего не пьешь. А маленький этот гад где-то уже стоит. Вот ты уже 5 дней думаешь о другом. Но о совсем другом. А значит, что не о нем. Вот ты о нем забыл. Кто это? Незнаком. Я сейчас представлю вас. А я сейчас представлю вас. Вы – это алкалимон. Алкалимон – это вы. А кстати, как вас зовут? Алка, а дальше как? И близится Новый год. Елочка в страшном сне. Белочка по сосне. Маленький алкалимон. Маленький алкалимон. Он не может быть. Пишите. В остальных светилах запомни, есть одна планета. Мне дедушка зачем-то говорил. А я зачем-то помню это. Хоть много лет прошло с тех пор, и космос сильно изменился. И дедушку зовут Елпидифор. И сам я в девяностых застрелился. Потом повесился, не помню, в нулевых. И был растерзан совестью нечистой. К одной звезде, звездою от звезды. Лучом к лучу. Лучистая лучица. И последняя песня. Это песня. Весновая песня. Эскаватор новенький вверх ползет. Мертвецов покойников вверх везет. А навстречу ему возьму. Угадаю почему. Потому что весна, весна. А весной даже тень. Потому что пора, пора. Посмотри какой день. Потому что сирень цветет. И другие цветы. Потому что никто не умрет. Только ты. Спасибо, Алексей Денисов. Мы вот уже потихоньку-потихоньку близимся к завершающим нашим номерам программы. Сейчас я включу видео. Вот так. Которая представит такого вот интересного поэта по имени Яков Подсолнечный. Вот даже вот она выпала из цель монаха. Такой куплетик. В свое время это был вечер. Тоже в музее Арсеньева. Презентации этого поэта. В общем, это фрагмент фильма учебного телевидения города Владивостока 96-го года. Фрагмент на 7 копейками, там 7,5 минут. Фильм назывался «Во мне есть две души» и был посвящен творчеству Чарубина и Габриак и литературным мистификациям вообще как бы в связи с этим. Ну и вот в этом фильме были задействованы авторы из «Серой лошади». А сейчас нам предстоит знакомство со стихами двух загадочных поэтов. Страсть к созданию мифов никогда не покидала творческих людей. Оказалось, что и в наше время рядом с нами возможны литературные мистификации. Каких поэтов вы нам сейчас представите? Я собираюсь представить приморских поэтов Якова Подсолнечного и Клару Фио. Мы познакомились с ними при, с одной стороны, достаточно обычных, а с другой стороны, достаточно необычных обстоятельствах. В одной Владивостокской квартире Лидия Стаценко и ее подруга Маша Бондаренко нашли тетрадь со странными стихами. Стихи были написаны одним почерком, а подписей было две – «Клара Фио и Яков Подсолнечный». Стихи подругам понравились, и тогда хозяйка квартиры подарила им эту тетрадь. Ну, бывают поэты, для которых их дар – это их, ну, я не знаю, их мука, их проклятие, потому что вот есть очень серьезные Якова стихи, и тем не менее они такие нелепые. Как беспорядочный садовник под корень сыплет купорос, так и я, как ласковый терновник, на астролябии возрос. На неудобренной чужбине и с лопухом в одной гряде, как говорится по-латыни, тянулся я к своей звезде. Я рос, я жил без перегноя, перемогался без воды, но мне маячилось иное в лучах помянутой звезды. Я терн, я плевел придорожный, ни царь, ни раб, ни червь, ни бог меня рукою осторожны, из почвы выдернуть не мог. Я ждал, я обрастал корою, и, наконец, мне повезло своей зеленую рукою я рад обвить твое чело. Твое местоимение написано с большой буквы, то есть ясно, что речь идет о терновом венце. Кто же они, авторы этих стихотворений? Лида и ее подруга? Или хозяйка квартиры, у которой будто бы они обнаружили тетрадь со стихами? А может быть, кто-то еще? Этого нам не узнать сейчас, потому что мистификация продолжается. Недавно нашлись новые стихотворения поэтов. Ну, давай все-таки откроем зрителям, кто на самом деле скрывается под этими именами Клара и Яков Подсолнечный. Вот в том-то и дело, что мы можем назвать человека, у которого мы все это нашли. Сами ничего не можем понять. Решили быть, как сказать, быть верными Якову до конца, потому что, ну, не знаю почему, но вообще стиль литературной мистификации, это вещь, мне кажется, ну, как сказать, это стиль жизни, что ли. Клара Фио и Яков Подсолнечный – приморские поэты. Как известно, всех приморских поэтов рано или поздно судьба приводит в литературно-творческое объединение «Серая лошадь». Именно там впервые были прочитаны стихи наших поэтов. Как вы думаете, стихи Клары Фио и Якова Подсолнечного – это стихи реальных людей или это литературная мистификация? Ну, честно говоря, я долго думал об этом, когда, значит, к нам на литературное объединение пришла Лидия Стаценко и прочитала эти стихи. Вот, естественно, сначала мы всё это приняли вот как бы всерьёз и посочувствовали трагической судьбе поэта. Ну, честно говоря, мы до сих пор сомневаемся в реальности существования Якова Подсолнечного как поэта и, значит, всех вот этих вот авторов. Но так или иначе, то есть проверить возможности нет. Мне кажется, это литературная мистификация – это вид литературной стыдливости, что ли. Когда, ну, то ли за себя стыдно, то ли за стихи стыдно, ну, в общем, как-то вот совместить себя, да, совместить своё творчество и свою личность никак не получается. И тогда возникает нечто промежуточное, нечто третье, вот придуманный образ, фантом автора, который как раз служит заместителем, который, ну, даёт возможность стихам иметь свою, ну, иметь принадлежность и тебе не напрямую быть связанным со стихами, а как-то опосредованным. Вячеслав, вы тоже пишете стихи, но почему подписываете своим именем? Почему вам не придумать какую-нибудь биографию, какое-нибудь озвучное, экзотическое имя и под ним издавать свои стихи? А почему у меня лично, как бы, не возникает такого желания, ну, придумать себе псевдоним? Да, всё объясняется очень просто. В первую очередь потому, что в наше время возможность опубликовать свои стихотворения предоставляется очень редко молодому поэту. Если бы двери были открыты, то вполне может быть, что возник бы и псевдоним, и возникло бы желание придумать себе биографию, и, может быть, поработать в другом стиле. Автобиографические полупризнания Чарубины Дагабряк, душевные метания Якова Подсолнечного, примирение с судьбой Клары Фио, тоска и одиночество Лисянцы. Будь это мистификация или не мистификация, стихи, созданные для людей, найдут к ним путь. Будь это мистификация. Будь это мистификация, стихи, созданные для людей, найдут к ним путь. Мы уже почти подошли к концу. Сейчас Лидия Чередеева почитает нам еще какие-то тексты Якова Подсолнечного, а также свой текст. И там будет еще маленькое видео напоследок. Я долго не забываю, но немножко расскажу про Якова, поскольку творчество Якова пришло оттуда, откуда приходят вообще все стихи, то мы можем судить его биографию только по его творчеству. Он, видимо, поэт совершенно заурядной биографии, совершенно ничего в его жизни особенного не происходило. Но при этом он всячески стремится пережить что-то возвышенное, величественное, ужасное и трагическое. Вот он, ну вот, поэт чрезвычайно трагического мироощущения без трагической костации. И последнее, последнее, как сказать, сначала он, сначала он нам, вот, стихи его появлялись какое-то время регулярно, с 96-го опыта, потом вышла эта передача, и все его обморадовали, и он надолго замолчал. Каждый раз, когда мы делали альмонак, Женя у нас спрашивал, а пришлет ли Яков что-нибудь, какую-нибудь. И каждый раз приходилось его разочаровывать, вот когда мы делали последний сборник, Женя уже даже не спрашивал поэту, а Яков все-таки кое-что прислал. Получилась такая маленькая подборочка, и из нее видно, что у Якова вполне нормальная, благополучная жизнь, семейное счастье, он женился на женщине с ребенком, и какое-то время назад повез отдыхать их на курорт, что, собственно, и дало толчок к последнему вспышке его вдохновения. Вот все это видно, ну, точно из его текстов, а именно из названия подборки, подборка называется «Отдых на пути в Египте». Я прочитала туда первое стихотворение, которое посвящено круизному лайнеру Коста-Конкорду. Минут затишья в битве жизни, мы наконец-то дождались. На белом лайнере круизного мы отправляемся в круиз. Перед нами фаз и в полном цвете львут Сицилия и Грин. Кто там в малиновом берете с послом испанцев говорит? Глестят пятнадцать полок счастья, и мы решимости полны, достигнуть берега согласия, в бездомном берете тишины. Молчим и думаем о разуме, а чайка на дворной палец. Кто там в костюме водолаза с послом испанцев говорит? Уплыть от всех забот и горя, средь боли обрести покой. Ночами среди земноморья болеть тоскаткой и тоской, без слез, без жалобы, без стоны. У нас ничем не укорит тот, кто в четыре мегафона с послом испанцев говорит. Теперь мы к моим теканам приходим. Я долго не задержу, но у меня хороший текст подходит к случаю, он называется «Определение поэзии». И хорошо все закончилось. Определение поэзии. Поэзия – это три бублика, соединенные проволокой. Поэзия – это корм для рыбок. Поэзия – это как пахло подержать. Поэзия – это Робинсон, дрессирующий пятницу. Поэзия – это как если бы случилось землетрясение, никто бы не будет. Поэзия – это ябедокорябеда. Поэзия – это ощущение внутреннего гамбурга. Поэзия – это не случившееся, но, возможно, это вероятность и случайность. Поэзия – это жирная мышь, пробежавшая по антислою. Поэзия – это путешествие под ногами. Поэзия – это сумма всего наилучшего, помноженная сама на себя. Поэзия – это глазки и лапки. Поэзия – это как убежать и спрятаться, чтобы никто не нашел, а потом не лезет. Поэзия – это воробьиная война. Поэзия – это память о будущих обидах. Поэзия – это вставные зубы Декарта. Поэзия – это будто обсчитали в магазине на полтинник. Поэзия – это черный телескоп. Поэзия – это каштан, найденный под дубом. Поэзия – это причудливо. Поэзия – это кипяток и звук лопнувшего стекла. Поэзия – это замысловатый набор отверток. Поэзия – это тюлениные исполнители. Поэзия – это наталья. Большое спасибо. Это была Лидия Черекеева. Собственно, на этом уже почти совсем все. Осталось одно небольшое видео от Паши Шугурова. На меньше чем полторы минуты видео. Ну, собственно, мы и так задержали дольше, чем планировали. Уже два с лишним часа идет наша презентация. Поэтому, наверное, все вопросы как-то мы перенесем уже за пределы. Я так думаю. И вот такое вот видео из Владивостока. Азбука Владивостока от Паши Шугурова. Владивосток Дал в висок Алко-диво В соли вод Солдат-бов Тоска-вдов Владивосток Китов сдал Диков стал Вовик достал Вадик в тло Дави ослов Владивосток Дали ток Кислотовод Кидал ово Ловко даст Лови до ста Владивосток Сила в ДВ Клад в сито Совок вдали Вали свод Водила Скот Владивосток Азбука Паша Жил здесь, потом уехал в Владивосток, был там главным художником, а потом перестал там быть главным художником в Владивосток и просто живет в Владивостоке. Ну художник. Ну художник, художник. А может быть все равно главный? Да, 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 он несколько лет. Раньше тут нет бороды, значит... Коллега, теперь поэзия или смех. Я хочу от имени магазина «Порядок слуг» сказать славе Крижановского, Люди Хередеева, всем причастным, огромное спасибо. И, наверное, от имени этого же магазина попросить в течение минут двадцати ближайших освободить зол. Пока пакеты побежали. Меня назначили дежурной, я просто опоздала сначала дежурной.